Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Здесь на нашем канале вы получаете очень качественный технический контент. В компании «АвтоСтронг» вы получаете очень качественные запчасти с хорошей ценой и быстрой доставкой. Сейчас мы находимся на пятом этаже нашего громадного склада. Посмотрите, здесь у нас «ноускаты», салоны для автомобилей, много оптики. Так что обязательно позвоните в компанию «АвтоСтронг». Сегодня у нас особая разборка. Мы разберем двигатель, который наш подписчик просил на протяжении нескольких месяцев, но, к сожалению, его на складе не было. И вот он появился. Мы основательно подготовились, потому что проблем у данного мотора хватает. Итак, начинаем. В 2004 году концерн PSA представил могучий V6. Этот двигатель стал флагманским на некоторых автомобилях Peugeot, то есть 407 и 607, на Citroen C5 и C6. Также его устанавливали на британские автомобили, такие как Jaguar S-Type, XF, XG, также на внедорожники Land Rover Discovery 3-го и 4-го поколения, а также на Range Rover Sport. На французских автомобилях данный двигатель имеет обозначение DT17, на Jaguar A-JD, на Land Rover 276 DT. Сегодня мы будем разбирать двигатель 2.7 HDI, снятый с Peugeot 407 2006 года. У данного двигателя чугунный блок цилиндров с развалом 60 градусов. Полублоки накрыты алюминиевыми ГБЦ по два распредвала в каждой. Выпускные распредвалы находятся с внешней стороны, выпускные приводятся зубчатым ремнем ГРМ, а впускные приводятся от выпускных роликовыми цепями. Так вот, эти ГБЦ очень похожи на 16-клапанный ГБЦ с мотором 2.0 HDI и 2.2 HDI. Все версии двигателя 2.7 HDI для легковых автомобилей оснащены двумя турбокомпрессорами Garrett. Для внедорожников предусмотрен один турбокомпрессор Borg Warner, топливная система Siemens, ныне Continental. По пьезофорсунке в каждом цилиндре ТНВД установлен на левой ГБЦ и приводится от впускного распредвала зубчатым ремнем. Данный двигатель не часто встречается на французских автомобилях. Гораздо чаще его можно встретить на британских седанах и внедорожниках. Данный двигатель самый худший выбор для Land Rover, потому что у него есть одна очень серьезная проблема, то есть клинит и ломает коленвал. Французские автомобили тоже не лишены этой проблемы. Причем есть двигатели, которые без такой поломки и капремонтов прошли по 500 тысяч километров. Сегодня мы вам расскажем, почему данный двигатель кромсает вкладыши, клинит коленвал и ломает его пополам, а также расскажем о других его слабых местах. Сегодня в разборке нам будет помогать человек, который без кофе не работает. Итак, встречаем Павел. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. Двигатели 2.7 HDI оснащены двумя клапанами EGR, каждый на свой полублок. Данные клапаны нуждаются и нуждались во внимании каждые 50 тысяч километров по причине заклинивания их штока. Во многих случаях чистка помогала. Заклинивание клапана можно рассмотреть в ходе диагностики. Положение клапана фиксируется блоком управления. Также при включении зажигания клапан открывается и закрывается для очистки. Ограниченный ход клапана тоже виден при компьютерной диагностике. Также известны случаи обрыва тарелок клапанов и потеря герметичности охладителей отработавших газов. В этом случае антифриз попадает во впуск либо же напрямую в выхлопную систему и из глушителей появится пар. На двигателе 2.7 HDI для французских автомобилей и британских седанов используются два турбокомпрессора Garrett GTA 1544VK с изменяемой геометрией и электронным сервоприводом. А вот для внедорожников предусмотрен один турбокомпрессор BorgWarner BV50, который установлен на левом полублоке и также имеет электронный сервопривод. Можно сказать, что данные компрессоры надежны. Практически единственная деталь, которая требует внимания, это привод геометрии. Из-за заклинивания привода создается передув. То есть турбокомпрессоры создают слишком высокое давление наддува. Отметим, что на единственном турбокомпрессоре BorgWarner для внедорожников в подзывной компании меняли шток привода геометрии. Данный шток имел свойство ржаветь, из-за чего нарушалась работа всех лопаток геометрии. Механический выход из строя ротора турбокомпрессора случается крайне редко. Вот такие сухие чистые турбины без каких-либо люфтов ждут вас, конечно же, в «АвтоСтронг-М». Покажем пару особенностей данного двигателя. Вот эта пластиковая трубка системы охлаждения просто вставлена в чугунный блок и крепится одним болтом. Со временем эта хлипкая конструкция, естественно, может дать течь антифризом. Вот здесь, в колоколе двигателя, находится один из сапунов системы вентиляции картерных газов. Если когда-нибудь при больших пробегах его придется менять, то тогда надо будет разлучать двигатель с коробкой. Распространенная проблема на двигателе 2.7 HDI – это износ резиновых трубок обратной топливной магистрали, также износ фиксирующих скоб и резиновых уплотнений. Это видно по подтекам топлива, а также может сорвать трубку обратки, и топливо хлынет на горячий выпускной коллектор. Может загореться. Были и такие случаи. Топливные форсунки Siemens на данном моторе пьезоэлектрические. Давление, впрыска при максимальных нагрузках 1600 бар. Принцип работы данных форсунок такой же, как у электромеханических соленоидных. Грубо говоря, по обе стороны управляющего поршня есть две гидравлические камеры. Когда форсунка закрыта, давление в верхней камере выше, поэтому шток и игла распылителя прижаты вниз. Тогда впрыск топлива невозможен. Затем по команде ЭБУ на пьезоэлемент подается электрический ток. Пьезоэлемент расширяется и открывает клапан, через который давление стравливается из верхней камеры. Тогда давление нижней камеры открывает иглу и осуществляется впрыск топлива. Форсунки на двигателях 2.7 V6 для внедорожников и для легковых автомобилей разные. Стоит примерно по 400-500 долларов новый. Зачем вам новые, если есть прекрасные в «АвтоСтронг-М». Назвать эти форсунки капризными нельзя. Они ходят по 300 тысяч километров. Но хреновое топливо может значительно сократить их ресурс. На сегодняшний день форсунки ремонтируются. Есть предложение по замене пьезоэлементов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Двигатели 2.7 HDI оснащены вихревыми заслонками. Данные заслонки перекрывают каналы наполнения цилиндров. Заслонки служат без проблем. А вот диафрагмы в вакуумных актуаторах лопаются, и тогда заслонки перестают нормально функционировать и постоянно перекрывают половину впускных каналов. Двигатель неявно реагирует на данную проблему, особенно если владелец не крутит двигатель выше 3000 оборотов. Для ремонта актуаторов существует ремкомплект, который любезно предложен компании Jaguar. Но достать его на просторах СНГ не так-то и просто. Также при диагностике и ремонте данной системы стоит проверить производительность электровакуумного клапана, который установлен спереди на кожухе ГРМ. При работающем двигателе на холостом ходу он должен держать разрежение 0,85 бар плюс-минус 0,2 бар. Такое же разрежение должно быть и у вакуумного насоса. А диафрагма актуатора должна держать разрежение 0,7 бар плюс-минус 0,2 бар. А теперь поговорим о состоянии. Вот такая толстая масляная шуба во впускных каналах. Это нормальное состояние для дизельных двигателей, но не самое лучшее. Одна вихревая заслонка отломалась и ее кусочек лежит во впускном канале. Менять ремень ГРМ на данном двигателе надо каждые 120 тысяч километров, либо, как рекомендует производитель, каждые 165 тысяч, либо же раз в 10 лет. В случае обрыва данного ремня единичной. Обычно это случается из-за больших перепробегов. Но есть случаи ослабления натяжения ремня из-за обрыва крепления его натяжного ролика. Об этом мы подробнее далее расскажем. Все двигатели 2,7 HDI как для седанов, так и для внедорожников оснащены одинаковым ТНВД Сименс К10. На минуточку новый такой стоит 1000 долларов. В автостронге, естественно, вы найдете по отличной цене бушный в отличном состоянии. Это трехплунжерный ТНВД, в корпусе которого есть механический насос подкачки. Также электрический насос подкачки присутствует в баке. Электрический насос подкачки подает топливо под давлением 0,5 бар. Электрическая подкачка включается на непродолжительное время перед запуском двигателя и после запуска двигателя. На данном ТНВД установлено два управляющих клапана. Клапан управления потоком и регулятор давления. Клапан управлением потоком контролирует количество топлива, которое попадает из секции подкачки к плунжерам. А регулятор давления, как понятно из названия, управляет давлением топлива, которое попадает в топливные рампы. Этот клапан по умолчанию открыт. Самые распространенные проблемы в данной топливной системе – это недостаточное давление топлива в рампе. После этого появляются ошибки. По датчикам давления ошибки по управляющему давлению, а также общая ошибка по проблемам с топливной системой. Во многих случаях виновником является регулятор давления. Его неисправность можно вычислить диагностическим ПО. Блок управления пытается закрыть регулятор давления, чтобы достичь требуемого давления в топливных рампах. Но этого не происходит. Данная проблема лечится с заменой данного регулятора давления. Но, как отдельная деталь, по оригиналу он не продается. Но умельцы нашли, что можно поменять этот регулятор на регулятор с моторов DV4 и DW10. Но наверняка разъем надо немного будет модифицировать. Вообще при любых проблемах в данной топливной системе стоит проводить комплексную диагностику, а именно измерение фактических параметров работы двигателя диагностическим сканером. Также стоит проверить давление подачи топлива из бака, потому что из-за перегоревшего предохранителя может не работать насос подкачки. Либо же топливо плохо поступает из-за засорившегося фильтра в топливозаборник. Топливная система Siemens не даст команду на запуск двигателя, если давление в топливной рампе не будет 150 бар. Это может случиться, если вышел из строя клапан управления потоком, либо же оборвалась его цель. Ну и последнее. При эксплуатации данного двигателя на хреновой солярке данный ТНВД может стругать стружку. Стружка появится в баке, в топливном фильтре, форсунки. Короче, вы влетите на очень дорогостоящий ремонт. Термостат имеет недолговечный пластиковый корпус, который со временем трескается и возникает небольшая течь антифриза, о которой владельцы узнают по оповещению о низком уровне антифриза. Также течь может быть и больше. Тогда из-под капота будет валить пар. Так вот, у меня была проблема с этой деталью на автомобиле Jaguar XF. То есть я красиво ушел со светофора, в системе охлаждения было очень большое давление и этот термостат просто лопнул. В итоге 16 литров антифриза оказались на горячем блоке и было очень много пара. В итоге попадание на вот такую деталь, которая стоит 120 белорусских рублей, и на 16 литров антифриза, который стоит 80 белорусских рублей. В развале блока установлен комбинированный теплообменник. В нем антифризом охлаждается масло и топливо, которое поступает из обратки. По топливному контуру здесь никаких проблем нет. А вот контуры, по которым циркулирует антифриз и масло, могут потерять герметичность из-за старения уплотнительной прокладки. Также теплообменник может треснуть по своему алюминиевому корпусу, и тогда масло по передней части блока будет стекать прямо на ремень ГРМ. Также во многих случаях антифриз и масло смешиваются, и тогда жидкость в расширительном бачке чернеет, а двигатель из выхлопной трубы может парить антифризом. Решить эту проблему можно, заменив внутреннюю уплотнительную прокладку теплообменника. А вот если теплообменник треснул, то его обязательно нужно поменять на новый. Также рекомендуется менять этот теплообменник после капремонта, потому что в нем может осесть стружка от задранных вкладышей. Ее крайне сложно вымыть и вычистить из каналов. Не часто на моторе 2.7 HDI из строя выходят гидрокомпенсаторы, но когда один или два гидрокомпенсатора выходят из строя, то тогда раздается такой цокот, который очень похож на звук изношенных цепей. В любом случае придется снимать клапанные крышки и проверять гидрокомпенсаторы и цепи. Межраспредвальные цепи на двигателе 2.7 HDI не вечные, могут потребовать замены уже к пробегу в 200 тысяч километров. Менять надо сами цепи, также их направляющие. Ну а если оценивать состояние распредвалов, то оно в пределах нормы, и масляный налет на данном двигателе не такой уж черный. Головы в замечательном состоянии и на практике с ними ничего не случается. Блок чугунный, открытая рубашка охлаждения, хон в цилиндрах отличный. И что самое интересное, коленвал не заклинило, он отлично вращается. Заправочный объем масла у данного двигателя 5.7 литров. Такой объем получается, если слить масло через пробку, это 5.3 литра, а оставшиеся отсосать из поддона. Если не отсасывать, то 5.3 литра. Вообще это небольшой заправочный объем, потому что у того же 2.0 HDI заправочный объем 5.3 литра. Маслонасос установлен в передней части блока двигателя. Здесь же находится крепление для натяжного ролика ремня ГРМ. Так вот, в первые годы выпуска данного двигателя это крепление было слабым, его обламывало. И тогда ролик соскакивал, ослаблялось натяжение ремня ГРМ и поршни и клапана встречались. Поэтому масляные насосы меняли по отзывной компании. В новых масляных насосах было усилено крепление натяжного ролика. И это как раз наш случай. Здесь усиленное крепежное ухо. Также новые маслонасосы имеют большую производительность за счет увеличения внутреннего объема. Также новые маслонасосы имеют улучшенное посадочное место под сальник коленвала, под передний коленвала. То есть ранее он слишком рано давал течь и замена сальника эту проблему решала ненадолго. Совсем не лишним будет замер фактического давления масла на прогретом двигателе, на холостых оборотах. Давление масла должно быть 0,7 бар. При 3,5 тысячах оборотах 1,9 бар. Вкрутить манометр нужно вместо датчика давления масла. Если давление масла снижено, то мотор надо отправлять на капиталку. Только в таком случае ему можно продлить жизнь. Также ни в коем случае нельзя игнорировать периодического моргания индикатора низкого давления масла красной масленки или его продолжительное горение после запуска двигателя. Все это указывает на реальные проблемы с давлением масла. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Автомобили с дизелем 2.7 крайне не рекомендованы к покупке. Особенно надо стороной обходить внедорожники Land Rover Range Rover. Там статистика по поломкам очень печальная. Гораздо лучше дела идут на легковых автомобилях Peugeot, Citroёn, Jaguar, но и там тотальное разрушение коленвала случается. В чем же причина? Производитель никак не комментирует эту проблему и не дает никакого решения. Но сервисмены и владельцы вроде бы нашли истину. Дело в неправильно рекомендованном масле. В первую очередь британские производители порекомендовали использование масел класса А5B5. Чтобы не углубляться в классификацию моторных масел, скажем, что это маловязкие масла. Обычно это 5V30, которые имеют крайне низкие смазывающие свойства для пар трения. Отличаются меньшим сопротивлением движущихся деталей двигателя. Одним словом, эти масла заточены на снижение внутренних потерь на трение и экономию топлива. Эти масла обладают низким параметром высокотемпературной вязкости. Простыми словами, чем выше температура масла и чем выше скорость движения компонентов пар трения, тем легче соскабливается защитная пленка с пар трения. К тому же высокотемпературная вязкость таких масел сильно снижается уже к пробегу в 5000 километров. Таким образом пары трения остаются практически без защиты. Двигатели, для которых рекомендовано маловязкое масло A5B5, должны быть для них спроектированы. То есть зазоры между парами трения должны быть минимальными. Охлаждение масла должно быть на высоте. Только в таком случае маловязкое масло чувствует себя хорошо. Дизельный V6 объемом 2,7 литра был спроектирован тогда, когда класса масел A5B5 не существовало. И производители после 1-2 лет производства перевели его на этот класс маловязких масел. В старых инструкциях написано, что масло, которое предусмотрено для этого двигателя, должно быть вязкостью 5W40 с допуском C3 и с безопасным параметром HTHS 3,5 мили паскалей в секунду. И даже сейчас по каталогу подбора моторных масел видна разница. Для двигателя 2,7 HDI для французских автомобилей рекомендовано масло 5W40, 10W40 старого класса B3 либо более современного класса C3 с безопасным параметром HTHS 3,5 мили паскалей в секунду. А вот для Jaguar и Land Rover двигателя 2,7 HDI рекомендовано маловязкое масло 5W30. Использование маловязкого масла в таких моторах недопустимо. Если сетка HON на поверхности цилиндров в британских автомобилях неплохо удерживает неправильное масло, то вкладыши уже изнашиваются к пробегу в 150 тысяч километров. Что же происходило или происходит, когда в двигатель заливали или заливают маловязкое масло? Когда двигатель новый, ну примерно до пробега 150 тысяч километров, ему ничего не грозит. Но с возрастом добавляются такие факторы, как засоренные радиаторы, засоренный теплообменник, текущий маслом теплообменник. Также в парах трения увеличиваются зазоры. И тогда пленка маловязкого масла соскабливается, просто исчезает. Получается сухое трение, вкладыши навариваются на коленвал. Также коленвал может расколоться напополам из-за биения, из-за неравномерного износа вкладышей. Также есть версия о конструктивном просчете инженеров, то есть о неправильно спроектированном коленвале. Но версия о неправильно рекомендованном масле все-таки кажется более правдоподобной. По состоянию данного двигателя коленвал без намека на износ, не видно никаких царапин. Также и вкладыши, что шатунные, что коренные. По поршням небольшой нагар на жаровом поясе. Видать, в этот двигатель заливали именно более вязкое масло. И в блоке коренные вкладыши тоже в огне. В блоке есть маслофорсунки. Разборка закончена. Сегодняшняя разборка продлилась 7 часов. И за эти 7 часов мы вам постарались рассказать о всех недостатках и слабых местах данного мотора. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, качайте наши стикеры Viber и Telegram. Покупайте отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг» 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 Продолжение следует...